Всем привет! С вами Игорь. Мы сегодня с Толей, Толя, туда дальше, ставим панели солнечные. Такие вот панельки. По креплению там у меня есть отдельное видео. Кому интересно, смотрите как я крепление делал. Всего здесь одна панель получается 290 ватт. Тут у меня вмещается 4 киловатта. Там что-то даже с лишним получается. Ну короче 4 киловатта здесь будет стоять. Толя помогает мне. Ставьте панельки. Ставьте лайки, лайки. Подписывайтесь на канал, там вообще много чего будет интересного. Тут у нас панели не будет возле трубы. Тут у меня лестница стоит. Вон она. Тут надо лазить, будет чистить снег, обслуживать их. Там что-то мыть, может иногда протирать. Тут напротив трубы. И тут она будет тенить. От этих 3 штуки мы еще там поставим дальше к этим двум. Такое солнечное поле на 4 киловатта у нас получается. Сейчас покажу как мы их крепим снизу. Попробую залезть. Вот. Сама шпилька, на которой труба держится. Она в доску там закручена, обхватывает доску. А панель крепится к ней на болтиках обычных. На 8 болтики. 8 на 40, по-моему. Да, на 40. Там шайба, гайка, все как положено. Вот. Такое вот крепление простое, недорогое, намного дешевле, чем заводские крепления. Профиля алюминиевые. Они стоят там кучу денег. Ну, правда, это не очень так удобно их ставить, потому что снизу постоянно надо лазить, примерять. Для заводской оно удобнее, конечно. Но это зато намного дешевле. Его каждый день не надо ставить. Раз поставил, и оно стоит. Вот. Вот такое вот дело. Если что-то не сказал, спрашивайте в комментариях, там пишите. Может какие-то вопросы у кого-то возникают. Как там поставить или что. Вот. По креплению, по панелям, характеристики панелей. Там у меня отдельно видео есть. Что за панели. Ну, вот как-то так. Все. В следующем видео уже буду их подключать. Как я их подключать буду, покажу потом. И к чему сразу. Все, гладненько. Всем пока. До следующего видео.